Информационную картину дня представляют журналисты телеканала Первый Карагандинский в студии Полина Малюкова. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Коронавирус отбивает обоняние и вкусовые ощущения на несколько месяцев. Сколько времени уходит на восстановление и как ускорить этот процесс. Карагандинские эпидемиологи дали свои рекомендации. Жители Карагандинской области просят сообщать о нарушениях карантина. Власти отмечают, что в последние дни регистрируется большое количество нарушений карантинного режима. Карагандинский хоккейный клуб Сарыарка стал обладателем Кубка Казахстана. В решающем поединке турнира Торпеда и Сарыарка выявили победителя только в овертайме. Коронавирус отбивает обоняние и вкусовые ощущения на несколько месяцев. Частными последствиями болезни также становится слабость и утомляемость. Сколько времени уходит на восстановление и как ускорить этот процесс. Карагандинские эпидемиологи дали свои рекомендации. Назира Болтабекова заразилась коронавирусом на работе. Как только поднялась температура, обродилась в поликлинику. Прошла ПЦР-тестирование и КТ. К счастью, до пневмонии дело не дошло. Уже после выздоровления девушка чувствовала слабость и быстро утомлялась. Сейчас чувствует себя хорошо. Я советую людям, которые не верят в коронавирус, надевайте маски, соблюдайте санитарные нормы. Не ходите в общественных местах, где много людей. Восстановление после коронавируса может занять от нескольких недель до месяцев. В первую очередь это зависит от тяжести ковида. Одно из самых неприятных последствий – потеря обоняния и вкусовых ощущений. На то, как скоро эти краски жизни вернутся в жизни пациента, влияет целый ряд обстоятельств. Конечно же, нужно промывать нос с морской солью. Также нужно обеспечить доступ в важности в помещении. Также нужно правильно питаться. Также нужно пить воду в достаточном количестве. И, конечно же, принимать такие витамины, как витамины группы В и поливитамины – это для восстановления нервных клеток. В особенно запущенных случаях у человека может развиться острый респираторный дистресс-синдром, дыхательная недостаточность, тромбоэмболия или сепсис. В основном, если они две недели восстанавливаются в стационаре, то дальше наблюдается под наблюдением участковых врачей, то есть по месту прикрепления. Это тоже определит врач по состоянию пациента. Отметим, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1228 новых случаев COVID-19. 63 из них в Карагандинской области. Всего за время пандемии в стране подтверждено 190 359 случаев заболевания. Жители Карагандинской области просят сообщать о нарушениях карантина. Позвонить в колл-центр можно по номеру 109. Такое сообщение распространил Центр оперативного реагирования регионального оперативного штаба. Власти отмечают, что в последние дни регистрируется большое количество нарушений карантинного режима. В Карагандинской области продолжают работать мониторинговые группы. С начала этого года они проверили около 11 тысяч объектов, выявили 429 нарушений соблюдения санитарно-эпидемиологических и карантинных требований. Сумма штрафа превысила 4 миллиона тенге. Это всего за один месяц. На сегодняшний день зачастую нарушение карантинных требований выявляется в части несоблюдения ограничений рабочего времени объектами, нарушения масочного режима и социального дистанцирования, а также проведения массовых мероприятий. Хотелось бы еще раз обратить внимание жителей, что постановлением главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 19 января жителям области запрещается посещение объектов, чья деятельность не возобновлена, также нельзя находиться на объектах, чья деятельность разрешена после их закрытия, в зависимости от режима работы. Что это значит? Это означает, что жители, которые будут находиться на объектах с запрещенным видом деятельности, а также на объектах общепита после 22.00, будут оштрафованы в размере 30 МРП. В прошедшие выходные дни в Караганде выявлены заведения, нарушившие режим работы, а также функционирующие, несмотря на запрет на их деятельность. Административный штраф наложен на 170 карагандинцев. Следят мобильные группы и за общественным транспортом. Кроме того, на сегодняшний день на автобусных маршрутах в ходе рейдовых мероприятий мониторинговыми группами зафиксированы более 10 нарушений со стороны водителей и кондукторов, в том числе за нарушение масочного режима на рабочем месте. Кроме объектов малого и среднего бизнеса были проведены проверки в центрах обслуживания населения, банках и других сервисных центрах города. При этом в городе продолжают функционировать некоторые заведения, владельцы и посетители которых осознанно нарушают введенные ограничения и таким образом способствуют распространению коронавирусной инфекции. Кроме того, жители Карагандинской области просят сообщать о нарушениях карантина. Граждан призывают звонить на номер 109 при обнаружении несоблюдения масочного режима, дистанцирования сотрудниками и посетителями общественных заведений. Также, если обнаружится превышение лимита численности посетителей, а также работа объектов с запрещенным видом деятельности. О денежном поощрении не сообщается. Андрей Тен, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Антиковидный паспорт вводится в Казахстане. QR-коды будут присваивать казахстанцам только после вакцинации от коронавируса. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. Очередная инициатива властей уже наделала много шума среди казахстанцев. Речь идет о присвоении различного цвета в зависимости от иммунного статуса. Граждане тут же начали это обсуждать. Одни обвинили власти в нарушении Конституции, другие поддержали. Мол, больным людям незачем появляться в общественных местах. Суть нововведения в том, чтобы личным QR-кодом на мобильном телефоне подтверждать свой иммунный статус. На заседании правительства главный врач страны Алексей Цой пояснил, что QR-коды будут присваивать казахстанцам только после вакцинации от коронавируса. Для дополнения отечественного мобильного приложения в части введения QR-кодов с информацией об индивидуальном иммунном статусе запланирован запуск мобильного приложения E-Gov Mobile, который будет интегрирован с медицинским приложением Ашик. В нем будут аккумулироваться данные по гражданам из медицинских информационных систем, в том числе и о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции для предоставления на проверку посредством QR-кода. Напомним, что с понедельника в Казахстане стартовала вакцинация против коронавируса. В числе первых прививку получили глава региона и главный врач области. На первом этапе прививают медиков, учителей и сотрудников правоохранительных органов. Вакцинацию проводят российским препаратом «Спутник Ви». Андрей Тен, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ситуационный центр по вопросам родовспоможения создадут в Карагандинской области. В Карагаде в этом году планируют отремонтировать областной перинатальный центр. На базе областной клинической больницы откроют консультативный диагностический центр для женщин. В Карагандинской области разработан план на нынешний год, который позволит снизить показатель материнской смертности. В областном окемате обсудили один из актуальных вопросов, который затронул глава государства на расширенном заседании правительства, а именно медицинская помощь беременным и роженицам. Главная задача на сегодня – ликвидация дефицита кадров. Во главу угла ставится обеспечение привлекаемых специалистов служебным жильем. С этой целью в 2021 году будет сдано в эксплуатацию 152 служебные квартиры. Помимо этого, порядка 300 квартир будут обеспечены в рамках меморандума, заключенного с казахстанской ипотечной компанией. Второе – профессионального уровня врачей и медицинских работников среднего звена, оказывающих помощь беременным и родильницам. В текущем году будет начата подготовка в резидентуре дополнительно 60 молодых специалистов по указанным специальностям. Также будет открыт центр компетенции при областной клинической больнице, в котором непрерывное обучение на современных симуляторах будет проходить как врачи, так и средние медицинские работники под руководством опытных педагогов. На обучение в резидентуру планируют направить 60 молодых специалистов. Не меньшее внимание власти намерены уделить ремонту медицинских учреждений, а также приобретению специального оборудования. Кроме того, в регионе будет создан специальный ситуационный центр по вопросам родовспоможения. Следующий шаг – открытие в марте текущего года консультативно-диагностического центра на базе областной клинической больницы. Здесь будет оказываться весь спектр необходимых консультативно-диагностических услуг женщинам фертильного возраста. Кроме этого, с целью мониторинга здоровья беременных и оперативно-диагностических при сложных и критических ситуациях будет открыт ситуационный центр по вопросам родовспоможения. Обсуждая тему здравоохранения, Аким Карагандинской области Женец-Касымбек отметил, что лекарственных препаратов в регионе достаточно. Кроме того, по некоторым из них наблюдается снижение цен. В целом ситуация сегодня по лекарственному обеспечению очень стабильная. У нас есть достаточный запас и жаропонижающих, и противовирусных, антибактериальных лекарственных средств, и антикоагулянтов и так далее. То есть по 36 наименованиям наиболее востребованным мы держим на постоянном контроле данный вопрос. Ежедневно сам ЛИК контролирует вопрос, и о кем и районах в городу. Поэтому еще раз поручить, с учетом того, что продолжается пандемия, эти вопросы держать на особом контроле. Идет снижение стоимости лекарственных средств значительно. Андрей Тан, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Более тысячи карагандинских семей получат новое жилье. В 2021 году в городе завершат строительство четырех домов ЖК «Трилистник» и двух в микрорайоне «Панельцентр». Общая площадь кредитного жилья – 57 тысяч квадратных метров. Какие объекты еще появятся в Караганде, обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн. В 2020-м стартовало строительство трех пятиэтажных жилых домов в микрорайоне «Панельцентр». Подрядчик обещает полностью завершить работу до конца текущего года. Дополнительно из бюджета выделили 308 миллионов тенге на возведение нескольких многоэтажек в Октябрьском районе. В феврале месяца текущего года планируется завершить дворец детей и юношества. Объект завершен у нас на 95%. Ведутся завершающие отделочные работы. Ведется процесс передачи школы на 600 мест в 11-м АМИК районе в управлении строительства. Также по строительству нового здания для содержания зооколлекции на данный момент ведется корректировка проектно-сминтной документации. В Кунгей планируют завершить проведение инженерно-коммуникационных сетей. А значит, условия жизни практически 300 семей станут значительно лучше. По микрорайону Кунгей канализацию мы завершили на 95%. Водопровод у нас уложен на 80%. И по электрическим сетям мы практически уже завершили. Сейчас разговаривали с подрядной организацией, составили график производства работ. Завершение планируем в марте месяце. В городе продолжается строительство газораспределительных сетей. Протяженность провода первого комплекса 64 километра. Для начала проведения второго и третьего комплексов республиканский бюджет предусмотрел 3 миллиарда 350 миллионов тенге. У нас получается завершение строительно-монтажных работ в первую очередь первого пускового комплекса. Планируем в первом квартале текущего года. По второму пусковому комплексу сейчас ведутся конкурсные процедуры. На данный момент идет рассмотрение протокола предопуска. По третьему пусковому комплексу также ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Здесь у нас процедура рассмотрения заявок. Вскрытие было 29 января. Градоначальник призвал максимально поддерживать застройщиков. С единственной поправкой – все должно быть законно. То, что касается, вот у нас были в последнее время связаны с вырубкой деревьев. Со всеми застройщиками надо проговаривать, чтобы не было там ни одного дерева, чтобы не получилось так, чтобы, как вот в случае с Волочайским делом сейчас разбираются, уголовное дело возбуждено. Здесь тоже вот надо будет прорабатывать эти вопросы. Заранее знать, что есть, как есть, если надо, заключить уже договора, посмотреть, насколько это на территории есть, нету. Не важно, это частная застройка, государственная застройка. Понятно, да? Ермаганбет Буликпаев поручил держать на контроле ситуацию с долгостроями, мониторить объекты и информировать ГАСК о нарушениях. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинцы могут покупать и продавать автомобили по-новому. В городе появился первый автосупермаркет «Астер» по продаже и покупке автомобилей с пробегом. Здесь можно приобрести автомобиль с гарантией 7 дней на обмен и бесплатной 30-дневной технической гарантией. Обычно, выбирая автомобиль, покупатель обращает внимание на основную информацию, а затем ему приходится физически осматривать потенциальное приобретение. Для того, чтобы убедиться в соответствии фотографии действительности. Затем самостоятельно проводить диагностику технического состояния автомобиля, который был в эксплуатации. Зачастую ни у одного владельца. В «Астер» решили помочь сэкономить покупателям время и уберечь от лишних взаимодействий с продавцом в период пандемии. И запустили уникальный в Казахстане сайт «aster.kz», в котором можно из дома рассмотреть автомобиль в режиме 360 градусов, внутри и снаружи, а также получить прозрачную информацию о техническом состоянии автомобиля по итогам диагностики прямо онлайн. А если вы решили продать свой автомобиль, то на сайте «aster.kz» можно пройти онлайн-оценку всего в два клика. «Покупая автомобиль с рук – это риски, которые зачастую проявляются после покупки в виде скрытых дефектов автомобиля, что приводит к незапланированным финансовым расходам. Нельзя исключать юридическую чистоту автомобиля. Перебитая винкода, отсутствие уплаты утили сбора, обременение, ареста и многие другие ограничительные меры на автомобиле. Вкратце, покупая автомобиль с рук – нет никаких гарантий ни на юридическую, ни на техническую часть автомобиля. «Астер» – первый автосупермаркет – является в своем роде фильтром для клиентов, которые хотели бы все это избежать. Продажи более полтора тысячи проверенных автомобилей, на которые распространяется бесплатная 30-дневная техническая гарантия на двигатель и коробку передач, а также юридическая гарантия на автомобиль. Имеются разные способы покупки автомобиля, начиная от выгодных условий автокредитания до рассрочки. Также каждый автовладелец может обновить свой автомобиль за один день по программе обмен. Покупая за наличный расчет, «Астер» дает возможность своим клиентам в течение семи дней обменять понравившуюся на другой автомобиль. Мы хотим, чтобы наши клиенты получали только приятные, позитивные эмоции от покупки автомобиля с пробегом. Отметим, что на интернет-ресурсе «Астер Кейзет» автомобили доступны как от продавцов частных лиц, так и от самого автосупермаркета «Астер». Представленные автомобили проходят полный осмотр и диагностику под 244 пунктам, после чего вся информация находится в свободном доступе на сайте для всех пользователей. Мобильное приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play, а сам автосупермаркет находится в Караганде по адресу 66-й учетный квартал, строение 219-1. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Далее о спорте. В Карагандинской области завершился онлайн-турнир по Тогас-Кумалак. Свои силы в соревнованиях продемонстрировало около 80 спортсменов. Отличившихся игроков наградили медалями и ценными призами. Айжан Бойкужа играет в Тогас-Кумалак с 12 лет. Любовь к этому виду спорта ей привила учительница. Девушка – трехкратный призер Тимиртау и Карагандинской области. Но останавливаться на этом она не собирается. Я хочу стать камазницей и показать свои умения в республике. Приняли участие в турнире спортсмены из Караганды, Тимиртау и Каражала. Всего 77 человек. Игроки делились на группы по пяти возрастным категориям. Из-за карантинных ограничений играть пришлось в онлайн-формате. Для региона дистанционные соревнования уже стали привычными. Так что проблем не возникло. Данный вид спорта является национальным. Как сейчас широко распространяется и широко большое внимание уделяется национальным видам спорта. Поэтому власти города также уделяют особое внимание проведению национальных видов спорта. В том числе и по Толскому. Призеры турнира получили медали, дипломы и ценные призы. Стоит отметить, что Тогас Кумалак – сложная интеллектуальная игра, развивающая логику, математическое мышление и выдержку. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский хоккейный клуб СРРК стал обладателем Кубка Казахстана. В шахтерской столице вчера состоялся финальный матч. В решающем поединке турнира «Торпеда» и СРРК выявили победителя только в овертайме. Первый период главного матча турнира остался за Устебногорцами, которые открыли счет усилениями Дмитрия Стулова на 16-й минуте. Во втором отрезке хоккейсты «Торпеда» могли развить успех, однако отличились карагандинцы. Вадим Зеленков реализовал большинство незадолго до второго перерыва. Заключительная треть матча прошла без заброшенных шайб. Победитель встречи, обладатель первого трофея нынешнего хоккейного сезона определился в овертайме. Автором золотой шайбы стал Сергей Голоднюк, который принес победу Сарарке. Сегодня была прям такая финальная игра, в кость-кость, все старались, бились. Поначалу у нас не получалось, противник прям как-то был побыстрее, помоглее. Мы везде опаздывали, поэтому пропустили гол ненужный в начале первого периода. Но потом во втором смогли переломить игру. Противник начал удаляться, мы забили в большинстве, переломили немножко игру. Но самое главное, что в овертайме забили и выиграли кубок. Хорошие матчи были у нас в группе и матчи на вылет. Поэтому команда в целом провела достаточно ровно, за исключением первой игры. Выпали там первый период и сегодня в финале выпали первый период. Но тем не менее, молодцы, что добились победы, услышали те вещи, о которых мы просили ребят на протяжении этого турнира и заслуженно победили. Тем временем продолжается регулярный чемпионат Казахстана. 5 февраля в Павлодаре Сарарка сыграет с местным клубом «Иртыш». Стоит отметить, что по итогам 36 игр в чемпионате карагандинский клуб занимает третью строчку турнирной таблицы. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, обязательно делитесь ее с нами. Телефон службы новостей 420649. Берегите себя, носите маски и сохраняйте дистанцию. Ну а мы будем и дальше держать вас в курсе всех событий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова